Друзья мои, тогда, пожалуйста, ждем желающих. Пожалуйста, поднимайте руку, потому что без участника здесь никакого волшебства не получится. А было бы здорово, если бы оно произошло, потому что вы здесь для того, чтобы демо-сессия состоялась. Человек, который выйдет клиентом, получит обязательно от нас респект, уважение, благодарность, сердечки. Ага, Вика, отлично. Вика, добрый день. У вас можно включить микрофон и камеру. Так, меня видно, слышно? Вообще отлично. Вы тоже в наушниках, поэтому, видимо, это решает все вопросы. Да, 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 да. Это так. Добрый день, спасибо вам огромное за смелость, готовность оказаться перед камерой и перед другими людьми. Это очень ценно. Есть ли какие-то вопросы относительно самого формата того, что сейчас будет происходить? Да нет, вопросов нет. Все будет тогда по ходу. Хорошо, Вика, поделитесь еще, пожалуйста, есть ли у вас, если есть, то какие представления о том, что такое коучинг? Возможно, свой коучинговый навык или вы были игроком в коучинге? Да, у меня есть представления о коучинге, но не такие глубокие. Наверное, они больше такие поверхностные, но для меня они интересные. И сегодня, когда я попала на эту встречу, для меня это было неожиданно, что это коучинговый будет такой запрос. И он как-то у меня сразу моментально всплыл в голове. Думаю, почему бы не попробовать? Отлично. То есть вы уже знаете, с чем хотели бы поработать в ближайшие полчаса. Да. Хорошо, тогда, наверное, вкратце все равно нужно поговорить, в том числе и для коллег, которые в зале находятся. В школе ассоциации русскоязычных коучей, где я тоже подвязаюсь как коуч-мастер и сутер-визор коучей, есть такое понятие ЧТК. ЧТК – это такая короткая речевка, что такое коучинг. И вот мы привыкаем говорить о том, что коучинг – это такой процесс, в котором коуч помогает игроку или клиенту в ходе совместной рефлексии, совместного размышления и обсуждения клиенту в достижении каких-то значимых для клиента целей, результатов или изменения состояния в каком-то лучшем направлении, которое интересует клиента. Соответственно, как будет происходить сам процесс, это уже как-то, повторюсь, описывать смысла нет. Да, мы с вами здесь для того, чтобы это продемонстрировали. Вика, тогда расскажите, пожалуйста, с чем вы хотели бы поработать сегодня. Я сейчас заканчиваю школу психологии, и у меня пошли клиенты, и когда клиенты, проработав там сколько-то сессий, уходят, у меня такое состояние тревоги, что вдруг новые не придут. И мне хотелось бы сейчас поработать вот как раз с этим состоянием, почему меня это так тревожит, и я бы хотела его поменять на другое состояние. Правильно ли я понимаю, что эта тревога актуализируется именно, когда от вас уходит клиент? Как это происходит? Ну, бывает таким образом, что мы отзанимались, допустим, ну, это может быть сессии 15 человек говорит о том, что он какие-то свои вопросы закрыл, и сейчас, по крайней мере, ему не надо ничего решать. Бывают ситуации, когда клиент приходит на 4 сессии, но, допустим, когда начинаем касаться чего-то очень такого, видно, травматического, клиент тоже пугается и уходит. Ну, то есть ситуация вот такого плана у меня в основном происходит. Что либо уже отработали вопросом, нет, ну, либо вот такая ситуация, где клиент испугался и пишет, что давайте отложим занятие. Но я понимаю, что отложим, это вот тот внутренний страх, потому что я его тоже контрпереносом почувствовала, и я понимаю, что клиент не придет, потому что, ну, почему-то более такому, болючему дотронулись, не хочется переживать. Ну, то есть два типа ситуации, когда заканчивается терапия для клиента, по крайней мере, да, и когда происходит прерывание работы на какой-то стадии терапии незавершенной. Хорошо, и в эти моменты вы испытываете тревогу? Да, тревогу, что следующие могут не прийти клиенты. Вика, а что бы вы хотели испытывать вместо тревоги, что следующие клиенты могут не прийти? Наверное, быть уверенной в том, что они придут. Эти же тоже как-то пришли. Расскажите про эту уверенность, что это за уверенность. Ну, для меня уверенность это, ну, вот, наверное, то, что я сейчас озвучила, да, что как-то же эти клиенты ко мне пришли, хотя я, ну, на этот момент я, у меня такое впечатление, что они, что они пришли, потому что я о себе заявила. Ну, это сейчас вот такая мысль пошла, что я о себе заявила, они пришли. Когда они уходят, у меня появляется тревога, что как будто бы они могут больше не прийти. И я в этот момент, вот сейчас я осознаю, что я о себе не заявляю. То есть я почувствовала тревогу и провалилась. И все, я как будто бы нахожусь в этом состоянии тревога. Вдруг не придут, а вдруг не придут, а вдруг вот новые не появятся. И тогда у меня, когда я о себе заявляю, в тот момент я не чувствую себя уверенно, я просто делаю, ну, потому что делаю. То есть я сделала и все. Уверенно я чувствую себя в тот момент, когда клиенты приходят. Ну, вот так сейчас как-то оно раскладывается в голове. То есть вы хотите испытывать уверенность, когда клиенты уходят, а уверенность вы испытываете, когда клиенты приходят. Угу. Вследствие того, что вы заявили о себе. Угу. 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 И тут у меня сейчас идет мысль, что ну, как будто бы заявляя о себе каждый день. Ну, это факт реальности. Ну, то есть вы действительно это делаете? Нет, не делаю. Вот в том-то же дело, что получается, я проваливаюсь и не делаю. И тогда чувствую тревогу. А если заявлять о себе каждый день, то, ну, возможно, будут приходить новые клиенты, и тогда у меня не будет тревоги от того, что уходят те, с которыми мы поработали. Угу. А заявлять каждый день о себе – это, как вам кажется, реалистичный план или состояние? Не знаю, давайте пока скажем состояние. То есть реально ли это для вас? Вы знаете, интересно, что я несколько раз заявляла, пока еще были клиенты, которые не ушли, а новые не пришли. Вот, наверное, после этого появилась вот эта тревога, что я-то о себе заявила, и клиенты на тот момент еще были. Но новые не пришли, а эти ушли. И вот тогда появилась тревога. То есть заявление о себе как бы не сработало, да, в тот момент, и это стало приводить? Да. Ну, вот сейчас, да, я понимаю, что, да, заявляя о себе, не привело это ко мне новых клиентов. И вот почему я почувствовала эту тревогу, состояние тревоги. Угу. Тогда что должно произойти, чтобы вы испытывали уверенность, если клиент уходит? Что должно произойти? Наверное, до этого должны прийти новые клиенты. Тогда это будет уверенность, что должно произойти, чтобы испытывать уверенность. И что вы можете для этого сделать, что от вас зависит? Ну, то есть придет кому-то клиент или не придет, это все-таки решение самого клиента, да, в конечном счете. Что вы можете сделать, чтобы это произошло? Ну, для меня это сейчас звучит таким образом, что я делаю. Я-то ведь заявляю, но клиент не приходит. И вы подметили, что это уже другой вопрос, что клиент не приходит. А я-то делаю. И вот получается из-за того, что я делаю, я испытываю тревогу, что клиент не приходит. Угу. Но вы сказали о том, что сейчас, сейчас, прошу прощения, что перебила, Иго. Я просто уточню момент. Правильно ли я понимаю, что вы сейчас делаете, но делаете, там, это условно говоря, не каждый день, а иногда не делаете, потому что все равно есть опасение, что я сейчас делаю, а клиент не придет? Угу. Угу, да, не каждый день. По поводу опасений не думала, но вот, возможно, вы сейчас подсветили, и, возможно, что, да, почему не делаю? Потому что где-то внутренне есть вот это опасение. Угу. То есть что-то вроде такой прокрастинации, да, может возникает, что страшновато, что сейчас это не сработает, поэтому, ну, приходится себя заставлять это делать. Ну, заставлять, либо вообще не делать. Все равно же клиент не придет. Угу. Окей. Какой вы тогда видите выход из всей этой ситуации? Что могло бы стать целью, мишенью работы вообще? Ну, я вижу выход в том, что это нужно делать, но, видимо, это надо делать в другом состоянии, не в состоянии внутреннего страха, что все равно не придет, а это должно быть другое состояние, состояние уверенности, что я сейчас дам это объявление, да, я заявлю о себе, и клиент придет. Но тут как будто бы сразу же срабатывает вот это вот второе, да, вторая субличность, которая говорит, а если не придет? Знаете, Вика, такая гипотеза, я как бы не уверен, да, но мне хочется ее проверить, что мне как будто в ваших словах слышится, ну, какое-то такое черно-белое представление о эффекте того, что вы о себе заявили. Ну, то есть, что либо придут, либо не придут, ну, это очевидно 50 на 50, но вы как будто бы это абсолютизируете, то есть, что не придут вообще никто, или я ожидаю, что когда я буду что-то делать из, ну, условно-ресурсного состояния, уверенного, то ко мне все придут, вот как будто бы там такая дихотомия возникает. Мне показалось, или она действительно у вас есть? Нет, вы сейчас подсвечиваете, она действительно есть. Да, как будто бы вот промежутка между этим у меня нет, либо не делать, либо получать результат. Сто процентов. Это вообще идеально. А, ну, всегда хотелось бы, я согласен. Да. А какие есть тогда между этими крайностями еще возможные промежуточные положения, которые могли бы вас устроить? А вот как будто бы я не знаю этих промежуточных положений, потому что идет вот эта вот сейчас мысль такая, что можно делать и ожидать, находиться вот в состоянии ожидания, ну, как... Ну, для меня это прозвучало, как будто бы как ребенок, да, вот хочет какую-то игрушку, и он сидит, ожидает, когда эта игрушка будет, и будет ли она, может, ее вообще не будет, а может, она когда-то будет, а может, она будет сейчас. То есть для меня это как-то так прозвучало. А как будто бы вот эта вот взрослая позиция, да, пойди, сделай и возьми, но она как будто бы не только от меня зависит. То есть сделать я сделала, а взять я не могу. Взять что? Ну, допустим, вот те же клиенты, да, то есть я сделала, но тут еще есть, и все-таки вот это вот желание клиента прийти, и как будто бы с моей стороны шаг делается, а со стороны клиента не делается. Ну, сейчас у меня пришла единственная мысль, ну, как-то видоизмени свое объявление. Ну, вот единственное, все. Может, еще так попробовать, то есть как-то перефразировать, заявить о себе по-другому, и может как результат тогда, то есть я сделала, и может на этот результат тогда кто-то прийти. Вот сейчас я в ваших словах услышал два изменения относительно того, что звучало две минуты назад. Одно, это про то, что вы сейчас проговорили, что клиент может прийти, а может и не прийти в ответ на какое-то конкретное объявление. Ну, потому что здесь не все от нас зависит, да, увидит ли это клиент, примет ли он решение, что именно к вам он хотел прийти и так далее. И второе, что если вы что-то делаете, а клиент при этом непосредственно в отклик на это не пришел, да, вы описали это ожидание как ожидание какой-то детской части, да, что вот я сейчас это объявление повешу, и ко мне прибегут, условно, сразу. А если не прибегут, значит, самое что-то не так, но это я уже додумываю, этого не говорили. Да, да, да. Приблизительно так. Вы перешли к другой модели, вы сказали, что речь не о том, чтобы сразу сделать какое-то объявление, которое даст какой-то правильный или стопроцентный, это я уже тоже от себя забавил, да, не менее, результат, что я могу... Что-то пропало, звука нет. Слышите, да, меня сейчас у меня просто колечко произошло. Ага, да, да. И, ну, то есть объявления могут быть не сразу эффективными, и вы описали подход процессный скорее. То есть, что вы не сразу ожидаете стопроцентного результата, а вы описали такой процесс, в котором вы можете менять объявление и смотреть, как это влияет на аудиторию, как она откликается, приходит ли больше людей, я не знаю. Вы говорите о заявлении о себе в каких-то социальных медиа, или о чем это речь? Или это объявление на столбах? Нет, это о соцсети. Ну, то есть объявления, у него же еще есть какое-то количество просмотров, да, там какое-то количество лайков, какое-то количество реакций, какое-то количество людей, которые к вам пришли. И если я правильно вас слышал, да, то речь идет о том, чтобы вот какие-то все эти этапы становились более эффективными, последовательно, да, когда вы ее объявляете меняете. Ну, да, да, да. Хорошо. Тогда как это соотносится с вашим желаемым состоянием, да, быть уверенной, когда клиент уходит? Состоянием, не знаю, но как у получения опыта нового. Это да. Но это как будто бы не есть с состоянием уверенности. То есть это как получение опыта. То есть речь идет о том, чтобы разделить два момента, да. Первый – это, собственно, выстроить какой-то процесс, который к вам будет регулярно привлекать клиентов, да, это вот одна задача возможная. Вы ее не ставили как таковую, да, но если я правильно решила. И вторая – это в этом процессе, ну, собственно, привлечения клиентов находиться в некоем состоянии уверенности. Ну, или ближе к уверенности, а не к тревоге. Да. Ну, или хотя бы состояние спокойствия, скажем так. Спокойствия. Да. Что для вас сейчас, да, в оставшиеся 10-12 минут, на что вы хотели, на чем из этих двух направлений вы хотели бы сфокусироваться? Это про выстраивание процесса или про состояние спокойствия? Наверное, выстраивание процесса, потому что, когда будет выстроен процесс, тогда будет и состояние спокойствия. Спокойствия ведь отсутствует почему? Потому что сам процесс как будто бы какой-то хаотичный, и он не дает того, чего бы хотелось, и поэтому это поднимает тревогу. То есть правильно я понимаю, что с задачей, ну, как ты чувствуешь себя уверенно, когда клиенты уходят, вы переходите к запросу, как мне выстроить процесс привлечения клиентов более системно? Да, то есть запрос поменялся. Ну, это нормально. У вас и осмыслений много по дороге произошло. Ну, я не знаю, насколько мы глубоко сможем сейчас в оставшееся время это проделать, но тем не менее хотелось бы вас поспрашивать про то, что для вас таким процессом может быть. Ну, то есть, вот мы говорим выстроить процесс, но процесс это такая абстрактная какая-то формулировка, да? Что для вас будет желаемым процессом привлечения клиентов, который бы вас устраивал? Каковы его свойства, характеристики? Ну, сейчас то, что приходит мне на ум, это все-таки объявления давать каждый день. Возможно их видоизменять, то есть пробовать разные вариации. Ну, и как-то больше мы... В смысле нет. Может, вы вопросами как-то на что-то натолкнете сейчас? Здесь я могу вам предложить даже не столько вопросов, сколько на какое-то небольшое время переключиться в менторскую роль, потому что... Прошу прощения, качну камеру. Поскольку у меня есть собственный опыт, и я, в общем, в этом знаю кое-что. Просто, возможно, для вас это будет эффективнее, как вы на это смотрите? Положительно. Возможно, что я действительно не знаю каких-то моментов, и мне кажется, что, ну, вроде бы я же все и делаю, а оно как-то безрезультативно. Хорошо, тогда снимаю с себя шапку коуча, надеваю на себя шапку ментора. То, о чем вы говорите, да, о привлечении клиентов, по сути... У вас частная практика, да, правильно понимаю? По сути, вы выполняете функцию маркетолога для самой себя. Ну, то есть это маркетолог, рекламист, пиарщик и продажник одновременно. Вот это все, да, то есть такой... Вини-бизнес, ну, то есть частная практика, это микроэллия, там, бизнес одного человека. Да. Но если говорить о бизнес-функции, то это именно вот это. И в этом смысле привлечение клиентов-психолога ничем не отличается от привлечения клиентов любым другим бизнесом, от парикмахерской до трубопрокатного завода. Единственное, что в вашем случае, это привлечение конкретных людей. То есть трубопрокатный завод привлекает другие компании, а вы привлекаете именно конкретных людей. То есть здесь скорее кофейня, парикмахерская или там, ну, что-нибудь такое. Ну, то есть что достоверно известно из опыта и, как бы это назвать-то, ну, науки маркетинговой, да, современной, о том, что вы совершенно правы, речь идет о непрерывном подстраивании ваших сообщений для вашей целевой аудитории. То есть есть какие-то люди, которые могут являться вашими клиентами, и это первый вопрос, да, какие это люди. Возможно, мы сейчас не успеем это разобрать подробно, но, тем не менее, знаете ли вы для себя ответ на этот вопрос, кто ваш клиент? Да, это у меня девушки 25-30 лет, которые приходят разобраться с самооценкой, которые с границами хотят разобраться, прийти к истинному я. Отлично. Ну, это вполне такое конкретное описание, да. Соответственно, у этой целевой аудитории есть определенные потребности, которые вы сейчас, собственно, тоже описали. Ну, то есть, что конкретно они хотят достичь, обращаясь в том числе и к вам. И, кроме этого, эта аудитория, она также эти потребности пытается решать другими способами. Ну, то есть, ходят к тарологам, к астрологам, прости господи, в лучшем случае с подружками поболтать, да, как-то. Ну, то есть, есть еще ваши конкуренты, имея в виду не психологов или аналитиков, да, а какие-то продукты-заменители. И для того, чтобы к вам пришел конечный клиент, который относится к вашему сегменту, ваша задача, ну, как и любого бизнеса, это найти, где этот клиент находится. Ну, то есть, вам нужно к этому клиенту прийти, условно говоря. И сказать этому клиенту то, что ему важно услышать для того, чтобы принять решение о работе с вами. Ну, то есть, реализует это его потребность, да, клиент или нет. И далеко не всегда это какой-то, скажем, экспертный контент, да, ну, то есть, какие-то конкретные моменты, да. То есть, важно знать, какова потребность, какими словами клиент ее описывает и почему вы способны эту задачу закрыть. То есть, здесь возникает развилка из двух моментов. Первый – это содержание тех объявлений, да, которые вы посылаете вовне. И второй аспект, он как бы, а не связан, но он отдельный. Это каналы коммуникации. Ну, то есть, где вы это делаете? И, в общем, заканчивая, да, теоретическую часть, еще один момент по поводу организации процесса. Вы его сами описали, я просто хотел вас в этом поддержать. Маркетинг такого микро и малого бизнеса – это непосредственное тестирование гипотез. То есть, постоянное изменение объявлений, постоянное пробование каких-то новых каналов, в которых вы еще не участвовали, да, это могут быть необязательно соцсети. Опять же, чтобы к вам в соцсети приходили ваши клиенты, вам каким-то образом все равно нужно выходить за пределы своего аккаунта и каким-то образом взаимодействовать с ними там, где они находятся, потому что иначе как они узнают про то, что есть площадка, на которой можно с вами общаться. То есть, это целый огромный, ну, как бы, не то что огромный, но это комплекс действий, и которые, ну, вот, как бы, это не просто выкладывать объявления, да. Выкладывать объявления тоже нужно, но при этом еще важно понимать, как люди их увидят и что они в этом увидят для себя, чтобы они поняли, что их потребность будет реализована. Но, собственно, шаг за шагом, да, мы не можем это выстраивать, как маркетинг крупного бизнеса, у нас на это нет денег, средств, ресурсов. Поэтому я категорически приветствую то, что вы сказали о, ну, вот такой последовательности, да, небольших шагов. Каждый день, но понемножечку, по чуть-чуть. Здесь поменяла объявление, тут посмотрела, как оно изменилось, как изменился результат, да. Здесь больше лайков, здесь вот я чувствую, что потребность попала, потому что больше комментариев обратных. И потихоньку, потихоньку вот таким образом докручивать всю эту историю. И, естественно, результат в качестве клиента дает не одно объявление, а процесс сам. Ну, то есть, как бы неизвестно, какие клиенты на какое объявление откликнутся, через какой срок, сразу его прочитав, или у них это какое-то время повалится в голове, или они через месяц придут. Здесь вопрос не в том, что конкретное объявление дает конкретного клиента, а в том, что весь ваш процесс коммуникации дает какой-то поток клиентов. И этот поток, он непрерывно увеличивается. И тогда вы знаете, что это зависит не от конкретного объявления, которое вы подали, и насколько оно там эффективно оказалось в отдельности, а насколько работает вся цепочка коммуникаций, которая у вас есть. Вот. Если по этому поводу, ну, вот сейчас был длинный спич, есть ли у вас вопросы к этому длинному спичу? Нет, у меня вопросов нет. У меня уже какой-то там пошел свой план, о том, что все-таки это либо СММщика искать, который бы мог продвигать. Это я шапку поменял на коучинг-главрад. Потому что, ну да, там, где молодежь, меня вроде бы как нет. И как они могут увидеть мои объявления, если меня там нет. И тут вопрос, где эта молодежь находится, как к ним туда попасть. А что вы можете самостоятельно сделать по этому поводу? Ну, пока, ну, на МСММщика это же тоже какая-то история, да, а вы все-таки тревожность прямо сейчас вспыкиваете, а не когда-нибудь потом. Что вы могли бы для этого сделать? У меня идет мысль, что мне надо каким-то образом попасть в эту вот свою целевую аудиторию 25-30 лет. А я как будто бы вот и не знаю, как к ним попасть. То есть, ну, либо я должна подписаться на какого-то блогера, да, такого приблизителя. Ну, вот, короче, тут я не знаю. Вот, наверное, в этом у меня есть весь затык. Если бы я это знала, у меня бы пошли клиенты. Потому что это моя целевая аудитория. То есть, получается, что сейчас, как бы, ваш запрос вы понимаете, как реализовать на выстраивание процесса, если вы будете знать, где находится ваша целевая. Да, 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 да. Это так? Я думаю, что да. Ну, и то есть, получается, что, по крайней мере, ближайший шаг, который мы уже сейчас не успеем сделать, это как раз разбираться, где находится ваша целевая, как вы можете к ней прийти. Да, да. Окей. Как сейчас вы после этого получаса нашего диалога оцениваете степень своей тревоги по поводу того, когда от вас могут клиенты уходить? Я тревоги сейчас не испытываю. У меня как будто бы появился вот интерес, что теперь же мне надо найти целевую аудиторию свою. И для меня это интересно, каким образом я могу это сделать. И, ну, сразу первые мысли, которые идут, то как будто бы пообщаться с этой молодежью и узнать у них, где они вот находятся. Ну, это вот первая мысль у меня. Ну, то есть у меня как будто бы вот тревога отошла, появился интерес. А что тогда с вашим запросом на то, чтобы чувствовать себя спокойно, когда от вас уходят клиенты? У меня сместился фокус внимания, и в связи с вот этим интересом появилась надежда и спокойствие. что как будто бы я вообще в ту сторону даже не смотрела. Сейчас я буду в эту сторону смотреть и буду изучать это направление, как я могу это для себя, и тогда вот у меня появляется спокойствие. Вика, тогда я понимаю, что это сейчас будет гипотетический, да, такой как-то мысленный эксперимент. Но если теперь представить, что от вас ушел какой-то клиент очередной, либо потому что завершилась терапия, либо он решил прервать терапию по ходу дела. Как вам кажется, что вы тогда испытаете вот не сейчас, а в том моменте, когда это произойдет? Если я параллельно буду работать вот в этом направлении поиска клиентов, то тогда я буду чувствовать себя спокойно. У меня не будет тревоги, потому что как будто бы вот эта энергия, она будет направлена в другое русло по поводу того, что мне надо там себя проявить, найти клиентов, выйти на эту целевую аудиторию, и таким образом, как будто бы вот это будет смещение, и энергия пойдет туда. А так она просто из-за тревоги, она сливается, и все. Спасибо. Обычно мы спрашиваем в конце сессии о том, насколько клиенту удалось достичь того запроса, который он выносил на сессию. Но это важно, да. Мы с вами, Вика, в формате коучинга с небольшим вкраплением менторинга посвятили эту сессию уточнению запроса. На самом деле. Ну, то есть каким-то образом вы уже описали, как это сыграло на ваши ощущения тревоги и желаемого спокойствия, но, тем не менее, это привело ваша работа, привело к тому, что вы теперь видите, что вы хотели бы дальше делать. То есть, ну, это привело к тому, что запрос сам тоже мог измениться, или запрос вообще закончился, а теперь есть как-то вижу цель, не вижу препятствий, но это вопрос дальнейшего пути. Именно поэтому вопрос про то, насколько вы реализовали свой запрос, возможно, здесь будет неактуален, потому что мы не сформировали точного запроса, да, мы исследовали ваш запрос. Ну, точнее, я вам помогал его исследовать. Но я все равно хочу спросить вас, Вика, о том, насколько вы субъективно удовлетворены нашей с вами сегодняшней работой по десятибальной шкале. На девять, потому что не нашла еще путь, как прийти к целевой аудитории. А в общем, ну, эта тема, она у меня как-то всплывала в голове, но я ее как будто бы вот чуть-чуть от себя отпихивала, типа еще не время. А потом вот все-таки через состояние я сейчас поняла, что это все-таки время. То есть не захотела я разобраться в тех мыслях, которые пришли, пришло состояние. И все равно я пошла в него, пошла разбираться. Чудесно. Ну, по крайней мере, там последовательность действий, да, это может быть вопрос дальнейшей вашей работы как с коучами, так и там связанные с какими-то курсами или обучением. Ну, я имею в виду, что материалов по тому, как искать клиентов, психологу, да, их мало, но они появляются в том числе и в нашей ассоциации тоже. Вот, поэтому, ну, то есть там могут быть разные варианты того, что с этим делать. Спасибо. Вика, тогда последний вопрос. Что я как коуч сделал для того, чтобы вы смогли быть удовлетворённой сегодняшней работой на 9 из 10? Ваши вопросы, они как раз и привели меня к той моей теме, которую я отодвигала. Мне, ну, мне вообще нравится коучинг. Я в нём очень хорошо думаю. Как мне говорят, покоучилась об коуче. Пока и есть. Мне это очень, этот формат очень хорошо подходит. Потому что как будто бы вот эти мысли, они есть, они отгоняются, потом они через состояние приходят. А здесь, когда проговариваю, и плюс ещё вопросы, всё, оно как будто бы вот структурирует всё. Поэтому для меня это очень ценно. Отлично. Вика, тогда ещё раз огромная вам благодарность за то, что вы сегодня решили с этим состоянием выйти, да, и за то, что вы так включённо и активно работали в нашей с вами сессии. Я надеюсь, что я также эту благодарность выражаю от лица слушателей. Вот. Но те слушатели, которые хотят вас поблагодарить отдельно, могут это сделать в комментариях к записи в канале. Вот. От меня вам ещё раз повторюсь огромной благодарности и респект. Спасибо. И я вам очень благодарна. Спасибо большое. Спасибо, Вика. Тогда можете отключать микрофон и видео. Я сейчас переключусь в канал и посмотрю, есть ли какие-то вопросы и комментарии. Комментарии, вопросы нет. Пока только про звук. Ага, вот вижу, что Кристина что-то пишет. В общем, пишите, пожалуйста. Сейчас есть возможность задать вопросы. А, пишут благодарности Виктории. Тоже чудесно. Тогда, в общем, если вопросы есть по поводу того, что вы сегодня увидели и услышали, пожалуйста, пишите. У меня ещё есть 7 минут для нашей работы. Я напомню о том, что то, что сейчас происходило, это демонстрационная сессия ковритивно-поведенческого коучинга. С Викой я сегодня виделся впервые и не знал ни её, ни запроса, которые мы будем обсуждать. Соответственно, вот так выглядит когнитивно-поведенческий коучинг в моём исполнении. В исполнении других людей когнитивно-поведенческий коучинг может выглядеть по-другому. Но из того, что вы могли сегодня увидеть, наверное, вы обратили внимание, что достаточно много фокуса внимания было уделено исследованию желаемого состояния, которое Виктория хотела бы достичь. С другой стороны, когнитивно-поведенческий коучинг по определению всегда базируется на когнитивной модели. То есть мы и упрощённую когнитивную модель используем, что мысли, убеждения, интерпретации вызывают эмоциональную и в дальнейшем поведенческую реакцию. И генеративную модель БЭКа, в данном случае, это особо я в ходе сегодняшней сессии не использовал. И в том числе, некоторый набор методов, которые сегодня применялись, шкалирование, отражение когнитивных искажений. То есть в когнитивно-поведенческом коучинге мы, естественно, подходим со всем набором наших знаний о мышлении клиента. И поэтому мы можем обращать внимание клиента на возможные когнитивные искажения в том, как строится его текущее состояние или что мешает продвижению в желаемом состоянии. Когнитивный континуум, так называемый, что когда мы обнаруживаем черно-белое мышление, то какие варианты могут быть между этим, которые могли бы устроить. В общем, целый ряд когнитивно-поведенческих техник. Для тех, кто обучается когнитивно-поведенческой терапии, вы можете отдельно разобрать запись этой сессии для того, чтобы найти еще какие-то использованные техники. Я напоминаю о том, что 8 октября стартует курс по когнитивно-поведенческому коучингу, ориентированному на цели. Его ведут Андрей Василевский, Ксения Попова и Екатерина Осипова. 5 октября стартует мой семинар по метафорам, которые полезны терапевтам, психологам и коучам. И позднее, в октябре и в ноябре, стартуют два тренинга техник и навыков, которые тоже проходят в формате пяти вечерних занятий по коуч-позиции и по постановке целей на контракт, на долгосрочный контракт, на сессию и так далее. Какую литературу я мог бы посоветовать на тему поведенческого коучинга? На русском языке ее довольно мало. Наверное, из того, что был издан недавно, тоже наш коллега, участник секции когнитивно-поведенческого коучинга в ассоциации, Наталья Антонова. У нее есть, соответственно, книжка недавно выпущенная по бизнес-коучингу, и она работает как когнитивно-поведенческий коучинг. Наталья, она сотрудница в высшей школе экономики, в общем, отвечает у нас вместе с Еленой Наумцевой за научную часть. Кроме этого, я рекомендую почитать скорее статьи той же Наумцевой, той же Антоновой публикации. То есть, если вбить фамилию коучинга в каком-нибудь поисковике типа academia.edu или в каких-то других поисковых системах по научным статьям, то тоже сможете их там обнаружить. Кроме этого, есть публикации в сборниках тезисов форума по КПТ, который у нас ежегодно проводится в ассоциации, то есть, CBT-форум. Вот, например, сборник 22-го года. Здесь есть публикации как раз по когнитивно-поведенческому коучингу, ориентированному на цели. И была еще, по-моему, как раз публикация Натальи Антоновой. Если я не ошибаюсь, по измеримой, ну, по эффективности коучинга и в общем, доказательности ее. Вот, оценка эффективности когнитивно-поведенческого коучинга. Как раз вот здесь одна из статьй Антона опубликована. Вот так выглядит сборник 21-го года. В ней есть публикация по когнитивно-поведенческому коучингу Моя Змитрия Викторовича и Ковпаком. Тоже, может быть, вам полезно. Если говорить про английский язык, то литературы много, мы ее рекомендуем на наших курсах, на базовых, поэтому, в общем, коротко, да, тут на вопросы не ответишь. Следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, какие есть техники исследования желаемого состояния? Ну, в двух словах здесь тоже это затруднительно описать. Здесь мы говорим скорее не о техниках, а у нас есть такая концепция, она как раз описана в моей Ковпаком статье. Она доступна в открытую, скорее всего. Вы ее можете найти. Если найдете, напишите мне в Телеграм, я вам ее пришлю. А может быть, я даже сюда в комментариях скину, сейчас поищу у себя. По системному когнитивно-поведенческому коучингу мы там вводим понятие доменов, на что есть домен исходного состояния, есть домен желаемого состояния, есть домен вариантов действий. Это то, что называется планом действий КПТ. И когда мы говорим про домен желаемого состояния, мы можем, основные техники это задавание открытых вопросов. То есть, что должно произойти, чтобы это произошло, а как вы там себя будете чувствовать, что вы там будете думать, а что произойдет вследствие этого, то есть, каковы долгосрочные последствия того, что вы окажетесь в этом состоянии. в общем, там можно посмотреть некоторые наброски идей по этому поводу. Подробно мы рассказываем об исследовании желаемого состояния и практикуемся ему в курсе. Насчет измерения оценки реалистичности, если коротко, это субъективный вопрос, а именно сам клиент это измеряет. то есть, там работает ровно та же самая техника шкалирования, которая работает для чего угодно другого. То есть, оцените, что такое для вас 10 по реалистичности. Ну, не знаю, пальцем коснуться носа, это реалистично. Что такое полностью нереалистично, оказаться там на Альфа-Центавра. Это ноль. И тогда между этим нулем и десятью мы тоже можем провести шкалирование субъективного, субъективной оценки реалистичности того, что это реально. И тогда понять, где сейчас находится клиент. Более того, поскольку это субъективная оценка, она может увеличиваться и расти с точки зрения балла, с пяти до шести, семи и тому подобное. И это тоже важный элемент оценки эффективности коучем был в процессе. Надеюсь, было полезно. У нас на этом закончилось время. Спасибо огромное всем тем, кто до конца здесь весь этот час был с нами, слушал, задавал вопросы. Отдельная глубокая благодарность еще раз Виктории Таран за то, что вышли с запросом на демо-сессию сегодня. Коллеги, будем на этом завершать. вам прекрасного дня, замечательных, несмотря на внешние обстоятельства, достижений в собственном развитии. Пожалуйста, подписывайтесь на рассылки, на канал Ассоциации Когнитивно-Поединческого Коучинга. Мы много чего рассказываем о Коучинге. Также заходите на YouTube на канал Ассоциации. Там тоже есть довольно много видеороликов о Коучинге, если вы хотите узнать об этом побольше. Пожалуйста, посмотрите выступления моих, моих коллег на Когнитивно-Поединческих форумах, там записи, по-моему, не выкладываются, на пре-форумах, на прессе БТ. Там для вас, я уверен, есть очень много интересного. За два с половиной года мы довольно много контента на эту тему уже произвели. Спасибо, друзья, до новых встреч. Опять же, благодарности Виктории принимаются там же в комментариях внизу. Спасибо.